здравствуйте если сердце человека это мотор то сосуды это транспортные магистрали нашего организма что же происходит если на дорогах появляются ямы и затор правильно нарушается скорость движения возникают аварийно опасные ситуации то же самое и с сосудами если кровоток по сосудам прекращается то органы недополучают кислород и питательные вещества а из органов не могут удаляться продукты метаболизма многие органы теряют свою функцию сегодня мы будем говорить о заболеваниях сосудов но до этого небольшая анатомическая справка анатомически система сосудов организма человека включает себя сердце и все сосуды тела от самых крупных диаметром от 4 до 6 сантиметров у взрослых до мельчайших диаметром всего несколько микрон это гигантская по площади сосудистая сеть благодаря которой кровь доставляется ко всем органам и тканям тела и оттекает от них кровь несет с собой кислород и питательные вещества а уносит отработанные отходы и шлаки постоянная циркуляция крови в этой замкнутой системе и есть кровообращение очень просто представить его себе в виде математического знака обозначающего бесконечность в центре этого знака в месте пересечения линий находится сердце которое своей работой обеспечивает постоянное движение крови по кругу а сейчас самое время представить вам наших сегодняшних гостей сегодня о заболеваниях сосудов мы будем говорить заведующим кафедрой хирургических болезней номер один гомельского государственного медицинского университета доктора медицинских наук профессором алексеем анатольевичем лызиковым здравствуйте здравствуйте а помогать в нашем разговоре будет двое студентов гомельского медицинского университета ирина гурачевская и алексей сергеев здрасте здравствуйте ребят традиционно мы в нашей программе начинаем с вопроса для вас он уже готов внимание на экран сложнейшая кровеносная система обеспечивает функционирование тела человека изучать этот механизм ученые начали уже достаточно давно а вот кому из них принадлежит честь первых открытий в системе кровообращения человека это вопрос для вас ребята вопрос вы услышали можете пока готовить на него ответ у вас есть для это время а мы пока начнем наш разговор алексей анатольевич самые главные сосуды человека это артерии и вены основная проблема артерии заболевания с которым чаще всего встречается это наверное атеросклероз так ли это и может быть какие-то другие еще болезни у артерии есть 98 процентов заболевания артерии у человека это конечно атеросклероз то есть одна из виду наверное ведущая патология артериального русла человека чем связано это заболевание в первую очередь это нарушение обмена липидов то есть существует мембранный компонент под названием холестерин который участвует является структурным элементом клеток человеческом организме и его трансформация проходит несколько этапов есть так называемые хорошие липиды есть плохие липиды то есть повышенное содержание липопротеидов высокой плотности считается положительным эффектом повышенное содержание липопротеидов низкий и очень низкой плотности приводит к заболеванию а насколько часто вообще атеросклероз встречается человеческая популяция женщины мужчины чаще болеют по по частоте встречаемости атеросклероз поражает практически все мужское население причем начиная первые признаки атеросклероза на вскрытиях отмечаются уже в четырехлетнем возрасте виде жировых полосок но клинические проявления то есть когда это заболевание уже создает проблему для функционирования человека у мужчин развиваются в среднем возрасте 60 лет но какие еще болезни артерии известны врачам достаточно много то есть заболевание мелких артерий называются артерииты или воскулиты то есть это в основном ревматологические проблемы проблемы связанные с заболеванием соединительной ткани вот а из тех которые имеют то или иное отношение к сосудистой хирургии наверное не имеют отношения к сосудистой хирургии есть опции хирургического лечения это облитерирующий эндортериит и тромбенгеид или болезнь бюргера что-нибудь подробнее можем про них рассказать еще болезнь бюргера это единственная это шовинистическая болезнь то есть если атеросклероз поражает и мужчин и женщин то болезнь бюргера поражает исключительно мужчин вот и это единственное заболевание которое напрямую является результатом курения то есть если при атеросклерозе большинство заболевших курильщики то при эндортериите сто процентов заболевших курильщик проблема того же атеросклероза там эндортериита заключается не в том какие заболевания да какие сосуды поражаются то есть вот коварство атеросклероза заключается в том что во первых он развивается медленно как любые сосудистые заболевания то есть отсутствует настороженность во вторых в зависимости от отдела аорты который поражен атеросклерозом возникают совершенно разные клинические проявления то есть так поражение восходящие аорты и ветвями восходящие аорты является коронарная артерия да поражение атеросклерозом этого отдела приводят к ашемической болезни сердца поражение ветвей дуги аорты это кровоснабжение головного мозга то есть это инсульты инфаркты головного мозга имеют Причина это расклероз. Поражение брюшной аорты приводит к острому и хроническим нарушениям кровоснабжения органов пищеварительного тракта, а поражение дистальных ветвей аорты приводит к всем известной перемежающей хромоте. То есть одно и то же заболевание сопровождается развитием совершенно разных заболеваний, которые, к сожалению, не всегда связываются. Если говорить о венах, то основное заболевание, наверное, все-таки варикозная болезнь вен. Ее все видели, да? Но ведь это же не только эстетический дефект, это ряд проблем и во внутренних органах в том числе. Вот если атеросклероз – это беда мужчин, то варикозная болезнь – это, безусловно, проклятие, висящее над женщинами и хирургами. То есть 90% – это генетический компонент, ну и работа, связанная с длительным стоянием на ногах, а в случае женщин – это еще и беременность, безусловно, приводит к этой проблеме. Конечно, это не только косметическая проблема. Крайняя степень заболевания варикозной болезнью – это развитие атрофических язв, а поражение глубоких вен нижних конечностей приводит к флеботромбозам, которые, в свою очередь, опасны тем, что они могут являться причиной тромбоэмболии и легочной артемии. Чего все так боятся? Алексей Анатольевич, ну мы услышали о том, что все-таки неправильный образ жизни, прямохождение – то, что приводит к заболеванию сосудов. А если говорить о генетической предрасположенности? Варикозная болезнь – 90% – конечно, это генетическая предрасположенность. Плюс, как я уже говорил, модифицируемые факторы, и вы получаете то, что получаете. То есть, каждая пятая женщина на улице – это наша нынешняя пациентка, а каждая третья – это наша перспективная пациентка. Что касается атеросклероза, это заболевание тоже имеет выраженный генетический компонент. Если мне память не изменяет, есть такая форма атеросклероза, связанная с дефектом 15-й хромосомы, называется семейная гиперхолестериномия. То есть, это люди, которые, несмотря на диеты и всякое лечение, обречены на серьезные проблемы с артериальным руслом. Но этих людей, к счастью, порядка 5-10%. У поражения сосудов очень много симптомов. Какие-то из них начальные люди не обращают на них внимания, считают, что это просто переутомление, тяжесть в ногах и так далее. Но все-таки на какие симптомы уже стоит обратить внимание и обратиться к специалистам? Применительно к атеросклерозу и патологии артерии есть такой универсальный критерий, как дистанция без болевой ходьбы. То есть, наши больные, независимо от того, что поражено или ноги, или сердце, они всегда четко отвечают на вопрос, сколько вы можете пройти. То есть, если у человека возникают ограничения ходьбы на определенную строго одинаковую дистанцию, то это провод обратиться к специалисту. При условии, что есть возраст около 60 лет, при условии, что это в большинстве случаев мужчина, и при условии, если совесть нечиста в плане курения. То есть, получается, целый такой набор факторов риска, которые, в общем-то, мужчину ставят во главе всех этих проблем и делают заложником этих заболеваний. Ну, не заложником, но при развитии хирургических степеней атеросклероза требует определенного упорства в плане курения, нарушения диеты и так далее. А если говорить о избыточном весе, о низкой физической активности, эти факторы влияют ли как-то на развитие заболеваний, или, может быть, могут предупредить, если их устранить? Напрямую избыточный вес на развитие атеросклероза не влияет. Но алиментарное ожирение является ведущим и большим фактором риска развития сахарного диабета второго типа, который, в свою очередь, ускоряет развитие атеросклероза ровно в два раза. Поэтому, безусловно, контроль веса и физическая активность. А физическая активность, если дело касается лечения поражения сосудов нижних конечностей, является критичным к сохранению ноги, потому что один из наиболее эффективных способов борьбы с облитерирующими заболеваниями нижних конечностей является дозированная ходьба. То есть, если пациент, у которого возникают боли при ходьбе, ходит регулярно до остановки, то это повышает его шансы на сохранение ног и улучшение дистанции безболевой ходьбы порядка 60-80%. Вообще, для сосудистых заболеваний, что атеросклероза, что варикозной болезни, характерна очень простая зависимость. Что насколько проста, доступна и суперэффективность профилактика, настолько тяжело, дорого и относительно неэффективно лечение, в том числе и хирургическое. Как, например, касаемо то же самого атеросклероза в хирургических стадиях, чтобы его не получить, надо не курить, надо не злоупотреблять тяжелыми жирами, нет алкоголя сколько угодно. Это пожалуйста. То есть, наоборот, алкоголики с атеросклерозом не страдают. Не курить, не злоупотреблять жирной пищей, в такой ситуации все будет здорово и классно. Если вы этого не делаете, если факторы риска сохраняются, вам делают одну, вторую, третью, четвертую большую операцию, после этого вам нельзя курить и нельзя нарушать диету. А в плане варикозной болезни есть такое понятие, как клапанная недостаточность. В венах есть клапаны, разрушение которых приводит к прогрессированию заболевания. Существует четкая зависимость, что от нас еще никто не уходил. То есть, при наличии первых признаков варикозной болезни или атеросклероза лучше появиться к доктору. Варикоз он очевиден, проконсультироваться. Есть специальные специалисты, называются флебологи. И на начальном этапе, возможно, проблему удастся замедлить медикаментозно или ношением компрессионного трикотажа. В более продвинутых факторах, во-первых, это тяжелый косметический дефект. И чем больше проблемы оттягиваются, тем больше разрезов получается. Все равно придется прийти, все равно придется оперироваться. Но на ранних этапах это может быть приемлемо. Позже это хирургический подвиг. Это есть, с чего похвастаться шрамами и рубцами. Но это, наверное, не совсем красиво. Поэтому такая же закономерность. То есть чем раньше пришел и проконсультировался, тем целее ушел. Я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос. Он был о родоначальниках, о тех людях, которые открыли систему кровообращения. Кто будет отвечать первым? Давайте я начну. Да, пожалуйста, Ира. Вполне очевидно, что открытие кровообращения не сделал один человек, каким бы гениальным он ни был. Это многовековой труд множества людей различных национальностей. До начала XVII века предполагалось, что кровь протекает к сердцу через споры, которые расположены в мягких тканях организма. Однако позже эта теория была опровергнута. И в настоящее время ведется спор между двумя именами. Это Уильяма Гарвея и Андриана Чизальпина. Именно этим двум ученым была присвоена роль первооткрывателей системы кровообращения. Они отличаются от других ученых тем, что смогли не только описать, но и наглядно продемонстрировать систему кровообращения. Они смогли научно обосновать систему кровообращения. Илёж, что-нибудь продолжите ещё? Да, конечно. Чизальпина по своему существу дал полную картину циркуляции крови. Он описал малый круг кровообращения. Обратил внимание на то, что аэрация крови происходит в мельчайших сосудах, которые расположены вблизи к полостям лёгкого, заполненным воздухом, но напрямую с ними не соединяющимися. Однако капилляры он открыть так и не смог. Кроме того, он подробно описал клапанный аппарат сердца. Ну и установил взаимосвязь между расширением вен и сокращениями сердца. Однако чёткого понятия о большом круге кровообращения он составить так и не смог. В противоположности Горвей как раз-таки описал большой круг кровообращения. Сделал это намного более подробно. Выдвинул он тезис о том, что именно сердце является центром системы кровообращения. То, что кровь в организме находится в постоянном движении. И сама суть сердца — это прокачивание крови через организм. Также он доказал замкнутость системы кровообращения на примере овцы. То есть он взял такие параметры, как ударный объём, то есть количество крови, которое сердце выбрасывает за одно сокращение. И общий объём крови. Из чего он получил такие данные, что за 2 минуты сердце прокачивает всю имеющуюся в организме кровь. За 30 минут сердце прокачивает такое количество крови, равное массе самого животного. Его работа была встречена шквалом критики из-за того, что он подверг сомнению фундаментальные труды Галена и Аристотеля. Но ещё при его жизни некоторые учёные всё-таки согласились с ним, согласились с тем, что система кровообращения всё-таки замкнутая. И такой интересный факт, то, что в год публикации своего труда, это 1628-й, родился такой учёный, как Мальпиги, который впоследствии и открыл капилляры, которые являлись недостающим звеном в модели системы замкнутого кровообращения, которую предложил Вильям Горвей. Ребят, спасибо за подробный хороший ответ на первый вопрос. Второй вопрос для вас уже готов. Внимание на экран. Один из важнейших факторов нормализации кровоснабжения и работы сердечно-сосудистой системы – поддержание водного баланса. Согласно исследованиям американских учёных, у людей, которые выпивают от пяти стаканов воды в день, шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов на 46% ниже по сравнению с теми, кто пренебрегает водой. А какая именно вода является самой полезной для сосудов человека? Ребят, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте пока на него ответ, а мы продолжим наш разговор. Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие современные методы есть у медицины для того, чтобы определить, что есть поражение сосудов? Методы диагностики. Я понял. Ведущим поводом начать диагностический процесс являются специфические жалобы. Вот, как я уже говорил, возникновение болей на определённой ходьбе, это уже повод провести исследование. Последние, наверное, несколько, может быть, ну, наверное, десятков лет есть супероружие сосудистой диагностики. Это называется УЗИ. С дуплеровским сканированием. То есть это технология, которая позволяет оценить количество крови, которое поступает через исследуемый сосуд. Метод позволяет достичь весьма приемлемых результатов, особенно если речь идёт о сосудах конечностей. Вот. И самое главное, что он не инвазивный. То есть его можно делать сколько угодно и как угодно. Вот, при наличии подготовленных специалистов. Вот это вот наш... Это основной, как скрининговый метод. Это основной. А что уже более серьёзно используют сосудистые хирурги? Самый информативный метод сейчас – это мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием. Ну и, конечно, золотой стандарт диагностики – это ангиография. Вот. Но надо чётко понимать, что мультиспиральная КТ и ангиография – это уже методы уточнения технических условий для выполнения операции. То есть это не метод скрининга. То есть обычный алгоритм принятия решения заключается в следующем. Что если пациент со специфическими жалобами обращается в свою поликлинику, там находит понимание, то получает направление к сосудистому хирургу. Сосудистый хирург осматривает, убеждается в правильности предварительного диагноза и назначает ультразвуковое исследование. И если там действительно есть повод для дальнейшего лечения и более детального поиска причин, то тогда уже после госпитализации делается мультиспиральная КТ или ангиография. Понятно, что дальнейшее лечение будет зависеть в зависимости от того, какой диагноз выставлен. Заболевание – это вены или заболевание – это артерии. А если в целом поговорить о всех лечебных принципах, как пользуются врачи сейчас? Основной лечебный принцип, что ни одного заболевания сосудов, которое лечится хирургически, не существует. То есть саблитерирующий атеросклероз – это нарушение обмена веществ. Ну, согласитесь, глупо пытаться разрезать компоненты обмена веществ. То есть острую какую-то помощь мы можем оказать? Нет, не совсем. То есть мы можем восстановить кровоснабжение, но это никак не влияет на ход заболевания. То есть если в случае, предположим, с острым аппендицитом задача пациента на абсолютное излечение является вовремя приехать, после этого ему удаляется поврежденный орган и дальше от больного. Больной может делать что угодно, но рецидивов аппендицита не бывает, как всем известно. То в нашей ситуации, если человек уделяет недостаточное внимание курению, диете и прочим, на первый взгляд, несерьезным вещам, он встречается с нами повторно, некоторые несколько раз до тех пор, пока техническая возможность восстановления проходимости сосудов не исчерпана, и дальше следует ампутация или инсульт, или инфаркт, что-нибудь такое. Надо четко понимать, что излечения от заболевания сосудов не существует в принципе. Суперзадача, суперэффект является остановка заболевания на том уровне, когда качество жизни приемлемо для пациента. То есть широко в последнее время рекламируемое желание почистить сосуды не бывает. Невозможно почистить ржавую трубу. То же самое касается варикозного расширения вен. Понятно, что хирургически проблему, что атеросклероза, что вен, решить раз и навсегда и больше не уделять внимания, можно только одним способом – отрезать ногу или любой другой орган. После ампутации рецидивов ни варикоза, ни атеросклероза я не видел. Да, но это уже жестокое такое лечение. Но все-таки что нужно делать тем, у кого есть варикозное расширение вен? А вот проблема как раз излишней жестокости этим и вызвана. Что хроническое заболевание связано и требующее модификации образа жизни. То есть если пациент не мотивирован, вы можете обращаться к каким угодно самым распрекрасным хирургам, но никто из хирургов вместо вас курить не бросит. Или носить компрессионный трикотаж никто из хирургов вместо вас… Ну, может быть, будет, но не в вашу пользу. Поэтому важно осознание того, что заболевания сосудов неизлечимы. Понятно, что тут существует простой принцип и механизм. Что либо вы помните о болезни и уделяете определенное внимание, чтобы избежать каких-либо серьезных проблем в будущем? Если этого нет, значит, болезнь уделяет внимание вам до тех пор, пока вы не возьмете за ул. Александр Анатольевич, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят. Он у них был про полезную воду для тех, у кого есть заболевание, а может быть, вода, которая поможет предупредить заболевание сосудов. Ребят, кто, пожалуйста? Я начну. Ну, идеальный напиток для сердца – это обычная вода, негазированная и без добавок. Качество ее – это, конечно же, большой вопрос. Ну и в споре между жесткой и мягкой водой выигрывает обычно жесткая. Я поясню, что жесткая вода – это вода с повышенным содержанием солей кальция и магния. Мягкая же, в которой больше солей натрия. Почему выигрывает жесткая вода? Потому что кальций и магний, они необходимы для сердца, так как они способствуют нормальному проведению нервных импульсов. Также для нормального сокращения сосудов необходим кальций. Натрий же, в свою очередь, задерживает лишнюю воду в организме, чем повышает общий объем крови, и, как следствие, увеличивает нагрузку на сердце, откуда и следуют все заболевания этого сердца. Самая полезная вода – это вода из родников. Но, как уже я сказал, можно пить и водопроводную, но нужно ее фильтровать. Также английские ученые доказали, что у людей, которые пьют именно жесткую воду, а не мягкую, шанс смерти от болезни системы кровообращения на 4% ниже. Расскажу про кипяченую воду, которую привыкли пить многие из нас. Она не обладает никаким оздоровительным эффектом. Не зря ее называют мертвой водой. То есть она не содержит никаких полезных веществ, не содержит кислорода, а значит, эффект от ее употребления будет минимальным. Кипяченую воду можно пить в одном единственном случае, только если, кроме сырой воды сомнительного качества, других источников жидкости нет. Вот в этом случае разрешается пить кипяченую воду, даже рекомендуется, а во всех остальных предпочтения следует отдавать фильтрованной воде. Ну и таким образом получается, что необходимо использовать экологически чистую воду с оптимальным минеральным составом. Такая вода есть, она добывается из природных защищенных источников, артезианских скважин. И возникает вопрос, где же можно взять такую воду? Ответ на этот вопрос очень прост. Живя в городе, такую воду можно только купить. При этом не следует думать о том, что вода теряет свои полезные свойства. Давно доказано, что бутилированная вода считается намного полезнее, так как перед выходом в продажу она претерпевает ряд различных лабораторных исследований. Ну и теперь про количество воды и пресловутые 2 литра, которые необходимо пить в день. На самом деле существует простая формула, которая позволит каждому узнать свою норму жидкости. Для этого необходимо просто умножить 30 мл на вес своего тела в килограммах. И также необходимо учитывать примерно количество воды, которая входит в пищу употребляемую. Ну в среднем это будет 500 мл. И так человек может узнать свою норму жидкости в сутки. Ребята, спасибо большое за ваши ответы. Достаточно подробные, хорошие. Алексей Анатольевич, мы практически обсудили все вопросы, которые хотели, но все-таки завершить программу я хочу все той же профилактикой. Часто медицина бессильно предупредит какие-то болезни, но как раз-таки в сегодняшнем случае простые правила могут помочь надолго сохранить здоровье. Давайте еще раз мы напомним их нашим телезрителям. Для того, чтобы избежать проблем, связанных с хирургическим вмешательством на артериях, необходим отказ от курения, поскольку курение увеличивает риск ампутации в 5 раз. И придерживаться общепринятых приличий в плане диеты. Что касается профилактики развития варикозной болезни, безусловно, супероружием является ношение компрессионного трикотажа. То есть если работа связана с длительным стоянием, то значительно дешевле купить компрессионный трикотаж и носить его, чем подвернуться операции, и после чего купить компрессионный трикотаж. Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. Напоминаю, что сегодня о заболевании сосудов мы говорили с заведующим кафедрой хирургических болезней номер один Гомельского государственного университета, доктором медицинских наук, профессором Алексеем Анатольевичем Лызиком. А помогали двое студентов Номгомельского медицинского университета Ирина Гурчевская и Алексей Сергеев. Спасибо и до новых встреч. Понимание ценностей здоровья и разрушительных последствий болезней часто приходит к нам вместе с возрастом и в результате собственных ошибок. И только потом следует мысль о том, что надо было бы заранее позаботиться о своем здоровье. Думайте о своем здоровье заранее. Берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин